Стадия завершения именно так характеризовал этап работ на ферме в Полевском заместитель директора по производству свинокомплекса Сибагра на Урале Евгений Калугин. Дата закрытия объекта на нашей территории определена и в скором времени площадка в Богдановиче станет одной из основных по свиноводческому хозяйству в регионе. Мы, когда приняли решение о прекращении деятельности производственной площадки в Полевской, мы перестали туда отправлять животных на выращивание. То есть там сейчас идет постепенное уменьшение животных. То оборудование, которое там остается, технологическое оборудование, которое представляет для нас интерес в каком-то состоянии, еще пригодном для эксплуатации, мы его переводим на консервацию и оно остается там пока временно, до момента реализации этой площадки. Чтобы не сокращать производственные мощности из-за консервации площадки в Полевском, компания Сибагра летом этого года начала активную стройку 14-го корпуса в Богдановиче. Сейчас здесь базируется основная база по рождению, донашиванию и докорму животных. Фактически за полгода с ноля появилось здание длиной 160 и шириной 24 метров. Здесь будет содержаться порядка 5000 голов свиней. Уже, по сути, внутри корпуса готовы все коммуникации. Вот на сегодняшний день основная проблема у нас заключается, по большому счету, это перехода. То есть, чтобы вы понимали, корпус, он как бы еще, так скажем, находится пока в зоне отчуждения. То есть его надо как бы к нашим корпусам присовокупить, присоединить. Да, да. То есть, соответственно, мы должны, вот сейчас вот как раз идет план мероприятий для того, чтобы вот эти все эти коммуникации соединить в единую структурную цепочку и замкнуть цепочку, в том числе по периметру, потому что он пока еще выгоражен отдельно. Предприятию экономически выгодно перенести полевскую свиноферму в Богданович. Меньше затрат на дорогу и перевозку животных. Все поголовье будет сконцентрировано в одном месте и под общим контролем. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости 11 канала.